Вот навеяло речью Александра Курченко. У нас действительно в этом здании 96 депутатов, которые на работу или на сессии приходят, ну 90, да, тут попали, на работу ходят 65. Из них более 90% это те люди, которые сейчас себя пытаются называть оппозицией в власти, но они всегда были только оппозицией к собственному народу, к территориальной громаде. Каждому из нас. Не важно, в армянскую церковь ты ходишь, в католическую, православную, украинскую или московскую и так далее. То, что сейчас делается, происходило на востоке. Точно так же депутаты городских советов, местные власти, просто не уважали и не считали за людей ту территориальную громаду, которая их избирала. И к чему это привело? Точно так же, такими же манипуляциями. Есть московский патриархат, украинский патриархат, давайте дадим землю, кому без разницы. Они даже готовы наверняка посреди московского патриархата на Кутузова, они бы выделили землю для украинского патриархата, чтобы еще раз дать повод нам подраться. И мы же, здесь ни одного депутата нет, девочки. Здесь видите кого-то из депутатов, которые выделяли эту землю? Они пришли, отстояли свой голос. Нет. А им все равно кому продавать, лишь бы деньги поиметь. Им деньги не нужны, им нужна вот эта вот война между нами. Они хотят, чтобы у нас был здесь Славянск, Донецк, Краматорск. Понимаете? Вот стоит женщина, у которой сын воевал на нашей стороне, который отстаивал независимость Украины. Ее нельзя назвать не патриотом, потому что я уверен, что пока сын ее там служил, она переживала и передавала туда помощь и так далее. То есть она себя вела как патриот. Но в данный момент мы здесь стоим и все ругаются. Опять же, давай, хочу вернуться еще дальше в историю. Мы все прекрасно знаем, что у нас была прекрасная мечеть. В центре города практически. Почему у нас уже 20 лет не могут мусульмане получить мечеть? Потому что это рассадник, это мусульмане, это ислам, это террористы, там будут готовить террористов и все. На сегодняшний день мы по факту знаем, что в церквях московского патриархата, пускай даже не все, но в них действительно ведут пропаганду о том, что это российская земля, а это уже говорит о том, что многие люди будут считать, что они россияне, а не украинцы. Это разжигается межнациональная рознь между теми людьми, которые сотни лет тут жили нормально. Вот эта вот церковь, которая внизу нарисована, фотография, она была построена и украинцами, и русскими, и немцами, и евреями, и греками, которые жили на территории Корабельного района. Церковь, было два великих храма, огромных, красивых, и в тот момент в Корабельном районе проживало 10 тысяч человек всего. На сегодняшний день там живет почти 70 тысяч человек, и люди строят не сами храмы, как раньше строили, а люди строят, заказывают, туда заказал, то заказал. Мы вам уже не один год предлагаем, и строители, и многие строительные компании на это.